доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды как говорится среда пришла неделя прошла но в нашем случае это конечно же не так поскольку мы только переключаемся на основные события этой пятидневки правда сегодня у нас фундамент стоящий но все-таки основные релизы уходят на конец этой недели завтра и соответственно пятницу ецб и но он фарм перлс которые могут повлиять на политику американского регулятора разумеется обо всем традиционно поговорим чуть подробнее конкретнее поэтому буду признателен вам если вы уделите несколько минут вашего времени чтобы оценить ту фундаментальную ситуацию которая сложилась на финансовых площадках в рамках вчерашней торговой сессии и начнем мы как и всегда с того что показывал нефтяной рынок и в частности бренда клосс вчерашнего дня 49.56 сейчас мы видим то что давление на бренд по-прежнему сохраняется 49.47 как только бренд умудряется оказаться выше вот этой психологической планки мощнейшего сопротивления 50 долларов за баррель как следует коррекция потому что даже он в глубине души понимает что на рынке очень много как технических так и фундаментальных факторов и предпосылов указывающих на то что эти значения крутоваты для актива и чтобы двинуть дальше нужен более серьезный фундамент более серьезные цифры и статистика который сейчас на рынке нет ключевым событием для всех трейдеров которые специализируются опять же на торговле именно энергоресурсами сейчас воздупает приближающееся заседание опек который состоится в вене уже завтра мы давно к нему готовимся уже собственно дождались хорошо завтра состоится в пятницу мы с вами подведем итоги а в целом если говорить про последствия для рынка энергоресурсов вопрос один будут ли снижать квоту либо не будут соответственно если квоту снизит тогда вот это для бренда это может стать этим самым серьезным фактором для фундаментального роста но вероятность этого наверное без привлечения будет сказано 0 процентов квоту не изменит как минимум оставит ее на прежнем уровне но даже при сохранении при возможных вероятных корректировках этой квоты мы все равно прекрасно понимаем то что за нее собственно ближневосточный коктейль никогда не цеплялся и существенно превосходил ее и превосходит уже в течение очень длительного периода времени в частности сейчас квота 30 миллионов баррелей в сутки добывают практически 33 и есть основания полагать что это планка по выработке будет только увеличиваться потому что у нас ключевой поставщик до предложения на рынке черного золота иран по-прежнему загружает производственные мощности но никак не вышел еще на целевые значения более чем 4 миллиона баррелей которые были характерны для этого региона до введения санкций в двенадцатом году сейчас санкции сняты и они не собираются поддерживать никакие инициативы я вот плавно перевел вас к формулировке которая была сделана со стороны представителей ирана в опек о том что на повестке предстоящей встречи нет вопроса который предполагает снижение объемов производства и даже если бы такой вопрос на ней был то иран не поддерживал бы никакой инициативы которая предполагала бы снижение объемов производства потому что если бы они сделали это то собственно ручно своим решением наложили на себя такие автосанкции потому что поддержали бы идею того что и им нельзя больше увеличивать производство это было бы наверное парадоксально учитывая ту позицию которую они лоббируют уже в течение многих месяцев и мы знаем то что такие инициативы конечно же поддержаны не будут поэтому риски роста предложений у нас по-прежнему сохраняются я вас готовлю к тому что уже на днях у нас будет цифры по бюллетеню опек по производству нефти мы проштудируем конечно же этот документ и посмотрим на фактические цифры производства но уверен найдем подтверждение того что объемы выработки выросли и может быть эти объемы нейтрализует то снижение которое наблюдается в других регионах участники рынка не обращают никакого внимания сейчас на Канаду вы помните что некоторое время назад Канада у нас была в фокусе в центре внимания из-за пожаров и из-за снижения объемов производства сейчас уже выработка восстановлена и находится на прежнем уровне ну вот Нигерия только да там из-за продолжающихся боя столкновений есть риски сохранения тенденции спада но это незначительная доля которая хоть и влияет на общий баланс спроса приложения но не существенным образом в Соединенных Штатах Америки по данным международного энергетического агентства объемы производства будут снижаться вплоть до семнадцатого года но международное энергетическое агентство не допускает тот факт что цены на нефть могут подрасти еще немного и если это случится тогда зеленый свет на осветофоре загорится для сланцевых производителей в принципе уровень рентабельности он уже находится на достаточном назначении даже с учетом актуальных цен на них около 50 долларов за баррель поэтому каждый раз когда мы ищем дополнительные причины и факторы фундаментальных распродаж на рынке черного золота мы с вами констатируем тот факт что в Соединенных Штатах Америки пусть и при текущей тенденции снижения есть вероятность ее смены на увеличение производства и это все будет зависеть от того насколько поверят в бычий тренд сланцевые производители против нефти продолжает действовать и сильная американская валюта да если мы сейчас посмотрим на американцы против иены сегодня доллар на азиатской сессии неплохо сдает но если оценим тренд который наблюдался в течение последнего месяца то доллар неплохо прибавил и на то есть свои основания потому что американская валюта собственно как и мы уже в одном шаге практически в одном шаге будем на это надеяться от решений фрс повышению процентной ставки дальнейшее решение будет зависеть от поступающих макроэкономических данных но статистика выходит все лучше и лучше в частности вчера отчет по личным расходам который указал на максимальное значение за последние 5-6 лет но если уж быть совсем точным с 2009 года роста более на один процент соответственно вероятность повышения ставки снова повысилась мы об этом ни в коем случае не забываем рост американцы может узнается в любой момент прямом смысле и соответственно это скажется на стоимости товарных активов сегодня из статистики на которую стоит обратить внимание нефтитрейдерам это отчет опием по запасам нефти в 23.30 по московскому времени он выйдет обычное традиционное время только день не совсем характерен классические эти данные мы получаем во вторник но сегодня у нас среда это произошло почему сместился график из-за дня памяти который отмечался в сша в понедельник поэтому у нас отчеты все поехали ровно на сутки опи у нас сегодня вместо вторника по идее сегодня мы должны были дождаться данные по рынку труда по версии дипи но нет из-за опять же выходного дня отчета поехал на сутки вперед и у нас эта статистика будет только завтра и завтра соответственно вместо среды уже официальный отчет по запасам нефти от мин энергии смотрим за данными попи если все будет располагать в пользу того сценарий которого мы придерживаемся это коррекция бренда сегодня мы можем получить дополнительный сюрприз связанный с ростом запасов вы это если это случится то трейдеры которые в последнее время явно указали на то что весьма активно реагирует на эту статистику могут и дальше потащить бренд еще ниже будем надеяться что след за текущими значениями 49 50 последует поддержка 49 и бренд уйдет еще ниже чтобы мы смогли выдохнуть еще раз оценить адекватно ситуацию которая складывается на рынке энергоесурсов и уж окончательно определиться с приоритетами российская валюта 66 57 все без изменений поэтому давайте не будем останавливаться 65 значений как сакральная поддержка держится ниже не пойдет потому что не пускают российские монетарные власти а вот потенциал девальвации не ограничен чем динамичнее слабеет нефть тем более более заметной становится корреляционная связь между нефтью рублем на это нужно делать ставку если бренд начнет активно терять даже если окажется ниже 49 то пара юзди рапа уверен закрепится выше 67 против американцев в общем ставим на ослабление и ждем 68 как минимум европейская валюта против доллара актуальные котировки на текущий момент 1 11 26 если мы в целом посмотрим на то что происходит на рынке форекс в контексте ключевой валютной пары европейская валюта по-прежнему держится выше уровня 1 11 и объективности ради замечу то что вчера у нас была куча факторов указывающих на то что евро могу серьезно ослабнуть во-первых европейская сессия началась очень слабых данных по роничным продажам в германии отчет указал на спад 0,9 процента против прогноза роста на 1 и 1 и подобный контраст ожиданий фактического значения усиливает опасения за стабильность немецкой экономики и ее чрезмерную восприимчивость к глобальной угрозе которая связана с общим мировым экономическим спадом эти риски сохраняются помимо тех которые идут еще со стороны национального фундамента и экономического фонда хотя если быть точными слабости германии еврозоны это также следствие замедления роста всей мировой экономики после роничных продаж германии вышел отчет по индексу потребительских цен еврозоны думаю что этот отчет вы не проигнорировали обратили на него внимание самое важное наше предположение того что индикатор продолжит оставаться на отрицательной территории оказались верны потому что индикатор не смог покинуть отрицательных значений минус 0,1 процента спад продолжается четвертый месяц подряд и разумеется низкие значения потребительской активности готовит нас к тому что мы можем дождаться что-то интересненького от европейского центрального банка хотя бы в формате словесных заявлений интервенции о дополнительной поддержке которая может прийти со стороны регулятора в отношении национальной экономики эти ожидания сейчас на рынке присутствует их не нужно игнорировать хотя многие трейдеры сейчас рассчитывают что если не ецб то рынок нефти сможет вытащить показатели по инфляции я хочу сказать то что это ложный расчет потому что рынок нефти растет в прямом смысле с начала этого года при этом таких низких значений по инвесу потребительских ценах в рамках еврозоны мы не видели уже очень давно то есть те рынок нефти здесь поддержку собственно не оказывает никакую куда просят сейчас поставить на решительность европейского центрального банка и поспекулировать на теме того пойдет ли цб на снижение процентных ставок либо на расширение программы количественного смягчения которая на текущий момент превышает 60 миллиардов евро в месяц что касается ставок ключевая финансирование на нулевом уровне ставка по депозитам минус 0,4 процента сегодня из-за отчетов в целом по еврозоне по статистике мы завтра с вами поговорим потому что завтра у нас серьезнейшая торговая сессия судьбоносная для евро и будем надеяться что евро все-таки притопит до уровня 1.10 где мы наконец-таки зафиксируем первый профит после того ралли который наблюдалось до этого сегодня предлагаю больше обратить внимание на американскую статистику и соответственно если данные не расчаруют мы увидим восстановление американца возобновление роста в том числе против иены и соответствующее давление на рисковые инструменты фунт сохраняет статус одного из а может быть даже самого волатильного актива особенно среди развитых рынков в частности хай вчерашнего дня 1.4723 low 1.4464 если быстренько прикинуть 45 больше 250 пунктов это диапазон дневного хода и хорошо что мы получили тот самый искомый долгожданный сигнал разгрузки в которой мы нуждались поскольку мы ставим на ослабление фунта давно и не верим не поддаемся на вот эти локальные заблуждения связанные с таким же локальным выпадом потому что следим за фундаментом и знаем чем чреваты риски потенциального изменения общественного настроения перед референдумом 23 июня вчера собственно именно это и случилось по версии агентства аэсм у нас на текущий момент большинство голосует уже за выход из состава англии ну большинство из состава есть это 45 процентов 42 против то есть по мере приближения референдума нервозность возрастает компании начинают бороться друг с другом ну в плане лоббирование идей за целесообразности выхода и за отсутствие скажем возможности для хороших шансов на автономии мы будем наблюдать и изменить их настроение и дальше но поскольку сейчас перевес уже сместился в пользу тех кто ратует за то что англия может продержаться без европейского союза для нас это как раз то что нужно поскольку это хороший фактор для ускорения и усиления именно коррекционной динамики помимо политических рисков у нас еще и статистика сегодня вот данные по производственной активности сегодня это буквально через полтора часа производственном секторе завтра выступление карни и в пятницу сферу слуха сегодня я советую поставить на слабый отсчет потому что уверен что производственный сектор станет еще одним индикатором предваряющим цикл нового месяца слабейших макроэкономических данных почему рассчитываю увидеть слабые цифры ну здесь логика простая это низкие значения потребительской активности низкая инфляция которая в принципе является отражением неопределенности с референдумом и я думаю что эти простые экономические категории ну не могли логичным образом не сказаться на спаде промышленности поэтому от производственного сектора я прироста не жду собственно так же как и не роста от сферы услуг который выйдет в пятницу напротив я рассчитываю то что эта статистика станет еще одним фактором давления который усилит коррекционную динамику британца против доллара хорошо что мы находимся сейчас уже ниже 1.45 хотя последние котировки которые я отметил 1.4490 может быть за последние несколько минут ситуация изменилась но уровень 1.45 вот он совсем рядом хотелось бы закрепиться ниже пойти к нашей цели 1.42 учитывая то что за сутки фунт может показать ход практически в три фигуры почему бы не замахнуться на возможность просадки до отметки 1.42 в перспективе ближайших недель доллар японская иена 109.88 к сожалению уровень 111 не устоял даже 110 уже сдался но все равно списывать со счетов у американца не стоит трейдеры сейчас будут продолжать следить за статистикой копить макроэкономические данные вчера собственно вышел отчет по личным доходам и расходам статистика очень хорошая и странно конечно же что доллар не заложил в основу своего роста такой хороший фундаментальный подарок напомню то что личные расходы выросли на 1 процент это лучший показатель с 2009 года и личные расходы это как раз предвестник активизации потребительской активности сегодня из отчетов предлагаю обратить внимание на индекс дела активности производства всех 3 см и еще индекс разгона инфляции особый упор можно сделать на второй потому что именно подтверждение роста индекса потребительских цен может стать как раз окончательным поводом фактором того что чтобы те трейдеры которые еще скептически настроены к решительности фрс поменяли свою точку зрения и также как и мы стали допускать возможности действия фрс уже в ходе предстоящего заседания то есть в середине этого месяца июнь у нас по сути уже наступил также хочу отметить можно даже сказать со знаком молнии новости буквально несколько часов назад премьер-министр японии синдзо абе сообщил о том что решение по повышению налога с продаж переносится на два с половиной года вперед как минимум и очень странно было в связи с этим видеть укрепление японской валюты тем более что перенос налога повышение налога является предпосылкой снятия неопределенности в связи с этой темой и по идее лишает европейскую точнее японскую валюту статуса защиты то есть не статуса не провоцирует трейдеров по факту неопределенности уводить свои капиталы в защиту но сейчас ситуация несколько иная мы видим то что японская валюта укрепляется может быть это связано с тем что сегодня индекс деловой активности от кайки в Китае оказался чуть хуже ожидаемого значения но все равно выше 50 пунктов то есть 50 это тот рубеж который отделяет стагнацию от восстановления если индикатор держится выше 50 это хорошо на самом деле допускаю что трейдеры несколько преувеличили с уходом в защиту сейчас в связи со слабой статистикой из Китая поскольку эта статистика не такая уж и слабая настроения могут очень быстро измениться тем более что у нас на повестке несколько сильных отчетов если данные оправдают ожидания трейдеров рост американцев не заставит себя долго ждать доллар и иена снова пойдет выше 110 уйдет выше 111 ну и соответственно американская валюта с силы американца будет сказываться ослаблением и для арийских инструментов тоже USDCAD ВВП вчера вышли я ориентировал вас на этот отчет это минус 0,2% в месячном выражении как и предполагали слабый релиз и я уверяю вас это только начало потому что тот индикатор по ВВП который мы проанализируем в следующем месяце будет еще хуже из-за следствия и влияния пожаров которые имели место быть и онкологские еще до сих пор продолжают доходить USDCAD в связи с этим канадец будет оставаться под давлением если еще и нефть нам поможет с коррекцией давление будет еще более усилено ну а если уж сложится все и в пользу хорошей статистики по американскому рынку труда USDCAD очень быстро достигнет уровня 1,32 австралиец сегодня также смотрится очень интересно поскольку несколько часов назад вышли данные по ВВП вопреки ожиданиям и я даже не знаю с чем это связано ВВП оказался лучше на прогнозы 3,1 в годовом выражении с прошлого 2,9 и в квартальном прирост 1,9 с 0,7 думаю что как и с рынком труда вы помните отчет является сезонным заблуждением данные будут пересмотрены и в перспективе скажем ближайшего времени больше сопряжены с действительностью не поддаемся на этот ложный позитив которого в целом по Австралии нет ставим на ослабление этого актива ну и разумеется придерживаемся нашей прежней цели по а вот USD это движение в район 0,070 по другим валютным активам без изменений USD свиси 0,9934 в принципе там и котируемся что и днем ранее австралийцы против новозеландца я советовал вам и рекомендовал поставить на коррекцию сейчас 1,0706 идея связанная с ослаблением австралийца более динамичного по сравнению с новозеландцем сохраняется собственно на этом все из важных отчетов сегодняшнего дня в 11.30 производственная активность в Англии в 17.00 индекс производственной активности ASM США и разгон инфляции в 23.30 ТАП что касается бонуса на сегодня то слово приурочено к тренду кодовое слово собственно есть тренд соответственно чтобы воспользоваться бонусом величина которого сегодня составляет 12% вам нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять это основа на бонус на пополнение действует он до следующего брифинга то есть до завтрашнего утра волатильность как вы прекрасно видите увеличивается и лучше подобные возможности которые предполагают увеличение покупательской способности депозитов не игнорировать соответственно из ключевых событий на этом все если есть вопросы форума маркетс и канал на ютюбе можете оставлять ваши комментарии спрашивать то что интересует прямо под видео окном с радостью отвечу на все из них большое вам спасибо за внимание хорошего дня хороших прибыльных сделок попутного тренда и увидимся завтра всего доброго до свидания